Прикреплять нужно ближе к сердцу. Где можно, а где запрещено моралью носить георгиевские ленточки, сегодня пассажирам железнодорожного вокзала рассказали сотрудники транспортной полиции. В Челебенске продолжается всероссийская акция, приуроченная к 9 мая. Утро на железнодорожном вокзале началось с легкого волнения. К ожидающим своего поезда пассажирам подходили десятки студентов в сигнальных жилетах и сотрудники транспортной полиции. Правда, выяснилось, повод совсем не тревожный. Жителям и гостям города дарили георгиевские ленты. Для того, чтобы было видно, что до сих пор в каждом сердце каждого человека, в том числе и нашего подрастающего поколения, есть надежда на светлое будущее, на том, что будет в стране мир. И то, что мы очень благодарны нашим дедам и прадедам за то, что они сделали для нас. Мы приобщаем волонтеров. Эти студенты – члены молодежного отряда, который работает при полиции. Они помогают следить за порядком и при непослушании даже могут достать удостоверение. Дарить пассажирам георгиевские ленты согласились сразу. Уверены, нельзя сквернять память о подвиге, неправильно прикрепляя символ победы. Ленточку георгиевскую рекомендуется носить в области сердца, то есть только крепить вот здесь. То есть мы вот крепим. Либо на воротнике. Но не рекомендуется носить на сумках, либо прикреплять в машине. Нельзя вплетать в косы волосы. Вот это нельзя делать. Все-таки это память. Акция «Георгиевская лента» стартовала еще в апреле. Раздавать их должны бесплатно, причем не только в России. Теперь это международное мероприятие. До Петербурга доеду. Дочке покажу, сыну покажу, что мне в Челябинске прикололи такую ленточку. Очень приятно было. Конечно, радостно. Молодцы. Теперь челябинские георгиевские ленты разъедутся вместе с гостями и жителями города по всей России.